Время подводить итоги на Артик ТВ в студии Александра Ритунская. Здравствуйте. Президент подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах. Кроме того, Владимир Путин наделил дополнительными полномочиями всех глав регионов и поручил усилить меры безопасности на стратегически важных предприятиях. Что это значит для Мурманска? В связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей, президент России Владимир Путин издал новый указ, расширяющий полномочия глав всех регионов. Высшие должностные лица субъектов федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность в критически важных объектах, поддержание общественного порядка. Как отметил глава государства, в каждом регионе ситуация разная, и круг задач, которые предстоит решать главам, также отличается. Все зависит от обстановки в конкретном субъекте. Дорогие друзья, президентом нашей страны принят указ о дополнительных полномочиях глав субъектов Российской Федерации. Все необходимые решения и их реализация в рамках исполнения этого указа будут незамедлительно приняты. На территории Мурманской области мы не вводим на сегодняшний день никаких ограничений обычной жизни. Органы правопорядка, специальные службы и все органы власти всех уровней, в ежедневном режиме делают все необходимое для обеспечения безопасности нашей области, для полного функционирования всех систем жизнеобеспечения и для стабильной работы экономики. Будет создан специальный координационный центр под руководством премьера Михаила Мишустина, а мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать регионы и федеральный центр в создании штабов ТЭР-обороны. Также президент подписал поручения о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размер выплат мобилизированным. «Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава». В указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности. Как отметил президент, нужно быть всегда в контакте с людьми, предприятиями и трудовыми коллективами. Командующий Северным флотом Александр Моисеев вручил награды участникам специальной военной операции. Награждение состоялось в военно-морском клиническом госпитале Северного флота, где военнослужащие проходят лечение. Санитарный инструктор танковой роты отдельной мотострелковой бригады «Замушество и героизм», проявленный при исполнении воинского долга, был награжден в присутствии боевых товарищей двумя государственными наградами – знаком отличия Ордена Святого Георгия, Георгийским крестом 4-й степени и медалью за отвагу. Еще нескольким военнослужащим были вручены медали за отвагу и медаль Суворова. Александр Моисеев, Герой России, пожелал всем скорейшего выздоровления и поблагодарил за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Во время решения задач специальной военной операции четыре офицера Северного флота удостоены звания Героя Российской Федерации. Еще более полутора тысяч североморцев награждены государственными наградами. Также на этой неделе адмирал Моисеев и глава Республики Коми Владимир Уйба проверили подготовку мобилизованных в Мурманской области, посетили полигоны и отдельную бригаду морской пехоты в Печенском округе. Сейчас в отдельной бригаде морской пехоты в Печенском округе обучают северян, призванных в рамках частичной мобилизации. Здесь проводят интенсивные занятия, позволяющие приобрести не только знания, но и навыки как по специальным видам подготовки, так и для боя. Я ответственно заявляю, что за весь период, с момента объявления указа президента частичной мобилизации, ни один мобилизованный, ни один мобилизованный, значит, сейчас вот, которые действовали в интересах, призваны в интересах флота, не находятся в районе выполнения задачи. Все они сейчас здесь проходят интенсивную подготовку. И вот то, что мы сейчас видим здесь на полигоне, это именно так. Все бойцы из Республики Коми получили в воинской части обмундирование, причем уже на зимний период, а также бронезащиту и экипировку. Еще для них привезли теплые спальные мешки и даже берцы из войлока. У нас есть своя фабрика в Ильгарте, это Сыктывдинский район, это рядом с Сыктывкаром, которая до сих пор валяет валенки, вот именно валяет. То есть вручную делаются валенки из войлока. И вот мы, значит, попросили руководство, они быстро перестроили, сделали из войлока берцы. Берцы, вот обычные берцы общевойсковые на резине, но они из войлока. То есть это незаменимая обувь, вот когда уже будет холодно. Интенсивная подготовка призванных из запаса граждан проходит по ускоренной программе. Особое внимание уделяется практическим навыкам работы со стрелковым оружием, методике оказания первой медицинской помощи. Все занятия проводят опытные офицеры и инструкторы. Здесь есть те, кто уже служил раньше в артиллерии, и они нам тоже помогают организовать весь процесс обучения. На самом деле несложно, у людей есть интерес к тому, что проходят занятия и ко всему остальному. Обучают, рассказывают офицеры, хорошие мастера своего дела. Пока все получается. Моя задача лично, как номер расчета, поднести снаряды к заряжающему. Заряжающий, соответственно, вполне свою задачу. Сплоченный коллектив у нас. Все своркуты. Дружные. Высокопоставленная делегация в лице командующего Северным флотом и главы КОМИ приехала убедиться, что военнослужащие обеспечены всем необходимым. Также визитеры побывали на учебных местах снайперов, стрелков, операторов, беспилотных летательных аппаратов, военных инженеров и артиллеристов. Я рада приветствовать нашей студии заместитель руководителя управления Роселеста по Мурманской области Любовь Сочнева. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Юрия Павловича Дмитриевна. Здравствуйте. Добрый. Временно исполняющий обязательства руководителя государственной инспекции труда главного государственного инспектора труда в Мурманской области. Давайте начнем с актуальных вопросов, которые, видимо, к вам тоже поступают. Каким образом выплачивается заработная плата, призванная по мобилизации? Что человек получил повестку дальнейшего действия, его взаимодействия с работодателем? Для начала хотелось бы поблагодарить за то, что пригласили на такое мероприятие. Я здесь впервые. Каков порядок? Это совершенно новое. Этого раньше не было. Когда человек получает повестку, приходит к работодателю, пишет заявление. На основании данного заявления работодатель приостанавливает действие трудового договора и в срок не позднее следующего дня выплачивает все причитающиеся на сегодняшний день. А это автоматически не может произойти? Обязательно нужно идти или какой-то звонка достаточно? Нет. Буквально недавно были внесены изменения в трудовой кодекс. До этого регулировалось постановлением правительства. И там четко прописано, что работник пишет заявление. К заявлению прикладывается документ. То есть либо повестка, либо контракт с уполномоченным органом с Минобороны. И вот уже на основании этого заявления работодатель приостанавливает трудовой договор. А с какого числа расчет должен получить работник? Возможно, у него неиспользованный отпуск, я не знаю, что-то еще, чтобы у него денежные средства были в каком-то количестве. В том числе оставить семье. Деньги выплачиваются за весь период, отработанный на сегодняшний день. Вот, допустим, сегодня я написал заявление, уже завтра я должен получить все деньги. Это из-за какие-то гарантии, компенсации. В общем, все выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором. Что касается заработной платы, работнику по его заявлению выплачиваются выплаты свыше 28 дней. Остальная заработная плата, точнее, остальной отпуск, он переносится. И вот на весь период мобилизации срок действия трудового договора приостанавливается. Когда работник уже возвращается потом на работу, а трудовой договор восстанавливается, на тот период, пока мобилизованного работника не будет, работодатель вправе заключать срочные трудовые договоры с другими лицами. Я не очень поняла по поводу отпускных. Бывает же, что люди там накопили, да, и не использовали отпуска. То есть, это не значит, что... Это по заявлению работника. По заявлению. По заявлению, да. А автоматически только часть какой-то выплатят. Ну, все, что положено к выплате, ему автоматически выплачивается. А все, что касается отпусков, это уже по его заявлению. А к вам не стекается информация, что где-то работодатель нарушает установленный порядок? Ну, к нам поступают обращения работников. За весь период времени было одно-два. С таким вопросом, что вместо того, чтобы приостановить срок действия трудового договора, работодатель уволен. Но после того, как сотрудники нашей инспекции связались, работодатель отменил приказ об увольнении, сделал приказ при остановке действия трудового договора. То есть, каких-либо массовых нарушений нет. Наоборот, поступают звонки от работодателей, которые, может быть, не всегда понятно, просят разъяснения. Но, опять же, таких звонков немного. Любовь Васильевна, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какие-то, может быть, еще нюансы существуют, связанные с мобилизацией? Если гражданин, как физическое лицо, находился в процедуре банкротства, пытался себя объявить банкротом, что с ним в таком случае происходит? Да, законодатель особо уделяет внимание сейчас этим мероприятиям. И если мероприятие проводится в процедуре банкротства в отношении мобилизованного гражданина, то банкротство приостанавливается. Если уже вынесено было решение арбитражным судом о ведении банкротства и приступили к реализации имущества данного гражданина, то получается, не приостанавливается, происходит реализация. Если сумма реализации имущества этого гражданина превышает сумму его долгов, соответственно, мероприятие все завершается. Остаток средств переводится на остаток счета данного гражданина. А вот такого, чтобы давайте простим все долги, раз человек получил повестку мобилизованную? Нет, такого нет. Порядок сохраняется. Единственное, что есть, правда, в ваших словах, то есть если имущество недостаточно у гражданина для реализации всех его, для погашения всей задолженности, то существуют процедуры уже списания его остатка этого долга. То есть это в рамках закона о банкротстве действует. А так, чтобы простить все долги, такого, конечно, заказатель не устанавливает. Вот у меня такой вопрос, что касается предпринимателей индивидуальных, которые, возможно, в том числе являются работодателем для какого-то количества людей. Были беспокойства у предпринимательского сообщества, что в случае мобилизации такого человека просто паралич, он не успеет какие-то дела закрыть. Это не к нам вопрос. Насколько я знаю, такие случаи есть, и в каждом таком случае вопрос решается индивидуально. Дело в том, что есть соблюдение трудового законодательства, есть соблюдение законодательства о банкротстве. В данном случае тут немножко другие. С одной стороны, индивидуальный предприниматель, работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство. С другой стороны, его призывают. Насколько я знаю, по области такие вопросы решаются в индивидуальном порядке, на уровне правительства, военкоматов, полномоченных по защите прав предпринимателей. Лучше вообще про эту. Да, о том, что некоторые все равно, если ее нет, то может нас ожидать какая-то турбулентность в экономике. Но, тем не менее, вы фиксируете, что задержки по зарплате участились, невыплата зарплаты, увеличилось количество предприятий, которые объявляют себя банкротом. Или все благополучно, с точки зрения, по крайней мере, статистики, тех сигналов, которые у вас с места получаете? Слушайте, по поводу статистики мы знаем, что действовал у нас мораторий на объявление банкротом. И он закончил действие только 1 октября. Поэтому, конечно же, роста банкротов у нас нет юридических лиц. Но имеется рост у нас банкротства физических лиц. Но это имеет место быть из-за того, что все у нас сейчас открыто, достаточно агрессивная реклама. То есть люди успешно этим пользуются. Ну и решают все свои вопросы. Зачастую люди просто вынуждены. И другого выхода у них нет. Но решение такое хорошее, они им используют. И много у нас в Мурманской области воспользовалось этим правом? Много воспользовалось. Более тысячи граждан в год у нас пользуются этим правом. И, к сожалению, наблюдается рост. Ну вот сейчас такая ситуация экономическая в стране. Будем надеяться, что все разрешится к лучшему. Ну, несмотря на то, что все относительно благополучно, что должны знать наши зрители по поводу оплаты труда, зарплаты, соблюдения их прав? Какие самые распространенные вопросы, что бы вы хотели донести до нашей аудитории? Ну, вопросы, либо нарушения. Это, ну, есть, во-первых, минимальный размер оплаты труда. Он установлен на уровне правительства Российской Федерации. На территории Мурманской области действует районный коэффициент и так называемая полярка. С 1 июня размером рот составляет 15 279 рублей. С учетом установленных в организации районных коэффициентов, это либо 40, либо 50 процентов, а также процентные надбавки в заработной плате, допустим, по максимуму 80 процентов, минимальный размер заработной платы может составлять, ну, если 40 процентов, 33 613 рублей, если 50 процентов, это 35 141 рублей. То есть меньше 33 не может получать житель Мурманской области. Ну, если у вас заработаны все полярки, то меньше этой суммы, если вы отработали полный месяц, если вы работаете на полную ставку, вы меньше этой суммы зарабатывать не можете. Если человек приехал в район Крайнего Севера из другого региона, то, соответственно, ну, пока еще не заработал все полярки, все коэффициенты, все полярки, то там будет поменьше. Второй момент – это выплата заработной платы не реже, чем два раза в месяц. То есть это установлено Трудовым кодексом. Бывает случай... Какую задержку можно, так сказать, позволить себе вытерпеть? Ну, смотрите, за... Я перефразирую, какие виды ответственности предусмотрены за заработную плату? Нет, у нас народ-то просто терпеливый, работодатель говорит, надо подождать, там, на сложности, вот сколько можно ждать? Ну, смотрите, если, допустим, работодатель своевременно не выплачивает заработную плату, то за каждый день задержки он должен дополнительно выплачивать компенсацию в размере 1,150 ставки рефинансирования. Если он это не выплачивает, это уже нарушение. Ну, это какие-то копейки, мне кажется. Ну, копейки, не копейки, это как бы на уровне потребительских кредитов, это нормально. Плюс за это предусмотрена административная ответственность над должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Ну, вы об этом узнаете только если сотрудник, пожалуйста... Конечно, если к нам обратиться. И я уже до эфира сказал, что на сегодняшний день мы практикуем больше не контрольно-надзорные мероприятия, как это было ранее, а в большей степени профилактические мероприятия. Существует определенный алгоритм рассмотрения обращений граждан, разработан Федеральной службой по труду и занятости. Обращается к нам заявитель. Мы сначала прорабатываем с ним вопрос по поводу достоверности сведений, указанных в заявлении, что на самом деле этот человек там работает, что он предоставляет какое-то подтверждение, что действительно есть нарушение. Также мы взаимодействуем с работодателем параллельно и предлагаем работодателю в ходе этого предварительного взаимодействия устранить выявленные нарушения. Если работодатель все устраняет, выплачивает зарплату, никаких санкций к нему не применяется. У вас нет цели наказать работодателя? Нет, сейчас нет. Если же работодатель, скажем так, идет в отказ, то, соответственно, инициируется проверка, проводим надзорные мероприятия, а если не платят зарплату выше двух месяцев, то это уже вплоть до уголовной ответственности. То есть не платить заработную плату работникам это достаточно. Да, работники, с которыми все очень по чину оформлено и заключен договор. Наверное, это может толкать каких-то нерадивых работодателей, чтобы никаким образом не оформлять, платить в конвертах. То есть если зарплата в конверте, вы уже бессильны. Я правильно понимаю? А как ты докажешь? Это называется серая занятость. И вопрос, которому уделяется, это легализация трудовых отношений. И на уровне роста труда, и на уровне правительства Российской Федерации. То есть трудовым кодексом предусмотрено, что недопустимо заключение договора в ГПХ без оформления трудовых отношений. Мне кажется, и по телевидению сейчас достаточно много рекламы. В том плане, что устраиваясь кому-то на работу без договора, ты рискуешь в свое время оказаться беспомощным. Тебе и инспекция не поможет, тебе и прокуратура не поможет. Тебе не будет начисляться пенсии. И в принципе, это по существу ответственность не только работодателей, но и самих работников. То, что если ты где-то работаешь и выполняешь трудовые функции, должен быть заключен трудовой договор. А в противном случае получается, что ты помогаешь не работодателю, а тот, на кого ты работаешь, уклоняться от налогов. А насколько у нас процветает серая занятость? Насколько процветает? Ну, когда к нам обращаются работники, мы даем разъяснение. И когда работник, допустим... Короче говоря, если... Нет, ну можно сказать, что каждый сотый работает без оформления договора. Нет, нет, нет. То есть это очень единичный... Мне кажется, в Мурманской области она более такая, ну, законопослушная, может быть, даже чем по сравнению с другими регионами. У нас по большей части, ну, мне так кажется, люди соблюдают законодательство. Что касается предприятий банкротов. Во-первых, насколько часто у нас компания сейчас банкротится? Либо это тоже вот как-то ушло в прошлое. Одно время, просто, мне кажется, бесконечно меняли вывески, банкротили, заново открывали. Но, тем не менее, как в таком случае работнику должна выплачиваться зарплата? Тоже два раза в месяц? Или, может, там, не знаю, управляющий сказать, ну, извините, вы банкроты. Довольствуйтесь тем, что есть. Да, само банкротство – это вообще негативное событие. Оно негативное событие, я уже неоднократно говорил, как для предприятия, так и для самого работника, гражданина. Ведь финансовые риски, они возникли до несостоятельности. То есть, еще предприятие ранее не могло уже рассчитываться со своими долгами, в том числе и по заработной плате. То есть, работники выполняли свою работу, но не получали за это заработную плату. То есть, это тоже очень важно. И, конечно, законодатель предусмотрел такие моменты. Нет такого, что вот я захотел, там, Иванову заплатил, или захотел, Петрову заплатил. Нет, законодатель четко определил порядок выплаты заработной платы работникам, находящимся, соответственно, на предприятии банкрота. Если работник до решения арбитражного суда о введении процедуры банкротства еще не получил полностью расчет такой, то он выплачивается уже в процедуре конкурсного производства в порядке очередности. Значит, установлен порядок очередей. Законодатель предусмотрел важность этих очередностей, да, и выплата заработной платы, и пособие она относится ко второй очереди. Ну, случается так зачастую, что предприятия не всегда увольняют всех сотрудников и рассчитываются по долгам по заработной плате и компенсациям необходимым к выплате, да, и работники продолжают свою работу. Это, возможно, стратегические какие-то объекты или какие-то важные задачи, или это бухгалтер, который необходимо рассчитывать, или кадровик какой-то. Да, и они продолжают свою деятельность, и уже расторгаются с ними трудовые отношения уже в процедуре конкурсного производства. Не, но они вправе рассчитывать, что им так же два раза в месяц будут платить? Да, порядок, им установлены выплаты, заработные платы, да, они могут получать и два раза в месяц, и один раз в месяц, главное, чтобы были на это средства выплаты. А, то есть они как бы все равно получаются? Да, тут это вопрос открытый, да, все заработные платы будут ущемлены в своих правах работники, потому что все выплаты производятся из конкурсной массы, и не всегда конкурсной массы достаточны для погашения всех долгов. Ну, это очень редкие случаи в Мурманской области, на пересчет это один или два случая у нас на нашей территории, раньше это было, конечно, массово, но Мурманская область большое значение уделяет, значит, таким вот предприятиям-банкротам, которые в процедуру банкротства вошли за должностью по заработной плате и остаются неуволенными сотрудники. Да, мы собираемся на различных координационных совещаниях, проводим профилактические работы с арбитражными управляющими, они по этим и соблюдению прав граждан на выплату заработной платы. То есть на сегодняшний день это один-два предприятия, которые вот у нас остались, а новых у нас таких вот прям крупных нет. Ну, слава богу, наверное, да, что у нас не было здесь автопрома, потому что мы были наслышаны, что предприятия находились в простое, вынужденном, а как в таком случае платят заработную плату? Кто у меня ответит на этот вопрос? Да, я вам расскажу. Значит, оплата простоя предусмотрена статьей 157 ТК, целая статья. Простой может быть разный, может быть по инициативе работодателя, может быть по независящим причинам и может быть по инициативе работников. Если простой по инициативе работодателя, то работнику выплачивается две трети заработной платы. Если простой идет по независящим причинам, то есть ни от работодателя, ни от работников, там тоже выплачивается две трети, но две трети уже должна снова оклада тарифной ставки. Оплата простоя по обстоятельствам, по вине работника не оплачивается. То есть забастовка, если у него? А по какой может быть причине? Ну, допустим, те события, которые происходили, не знаю, какие-нибудь аварии, землетрясения или еще что-нибудь. Ну, то есть независящие причины, как это в договорах прописывают. Это вот по независящим причинам, то есть должны две трети заработной платы платить. Если работодатель своевременно не заключил договора с какими-то организациями, ну, то есть по сути по вине работодателя, то две трети заработной платы. Если же работодатель, к примеру, не обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты, положенными в соответствии с трудовым законодательством, а там опасные условия труда, то работодатель обязан выплачивать в районе среднего заработка. То есть, ну, как бы совсем разные причины, и в зависимости от этих причин, по большому счету, от вины тех или иных, оплачивается в том или ином размере. Вот я просто задумалась, насколько действительно наши работники готовы отстаивать свои права и вступать в полемику с работодателем. Очень активно. Активно, да? Ну, давайте напомним, телефон горячей линии, если, друзья, у вас какие-то темы сегодняшние заинтересовали, вы можете углубиться и задать вопросы. Позвоните в Государственную инспекцию труда, у нас телефон единый, 8 800 444 2028. Ну, работает с утра до вечера, у нас инспектора меняются, и даже если вы не можете получить ответ на какой-то вопрос, ну, как бы у всех немножко разный профиль, вы можете спросить телефон того, кто может проконсультировать. То есть, вот так вот. Ну, что ж, я желаю, чтобы к вам, как можно, меньше звонков поступало с негативной информацией, ну, а нашим зрителям желаю не потерять работу и чтобы вам вовремя выплачивали заработную плату. Спасибо большое. Спасибо. 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 Участники специальной военной операции нуждаются в поддержке. Каждый, кто сейчас защищает нашу родину, рискует своей жизнью. Переживая за них, многие люди пытаются помочь. Например, швеи из Мурманской области объединились вместе и создают одежду для военнослужащих. Мурманчанка Екатерина воспитывает четверых детей. Шить она научилась пять лет назад в декрете. Сейчас девушка в свободное время создает одежду не только для семьи, но и военнослужащих. Недавно она присоединилась к группе швей-волонтеров в Мурманской области. В качестве манекена Екатерина использует своего мужа, который также поддерживает ее в этом деле. Вещи, которые созданы своими руками, они несут реально большую энергетику, энергию тепла, какого-то спокойствия, домашнего уюта, наверное. И заряжает энергией, позитивной энергией. Ребята должны понимать, что для них это все сделано, для них старались. И должно им поднимать это как-то и настроение, и боевой дух. По признанию Екатерины, за вечер можно сшить, например, три кофты. Таких отзывчивых швей по Мурманской области уже собралось чуть больше сотни. Каждая помогает по мере возможностей и отталкиваясь от навыков. Кто-то кроит, кто-то шьет у себя дома. Некоторые девушки, не умея создавать одежду, просто жертвуют деньги, на которые закупаются ткани и фурнитура. Недавно у швей появилось помещение для выкройки. Мы закупили специальный нож, который может кроить не один экземпляр толстовки, а сразу несколько, например. То есть мы кладем пять слоев флиса и сразу пять толстовок выкраиваем этим ножом. Но для этого нужно много места. Нужен большой стол, нужно большое помещение. Дома этого не провернуть, к сожалению. Поэтому нам нужно было помещение. И администрация Кельзинстроя нам любезно его предоставила на безвозмездных условиях. Девушки создают одежду для военнослужащих российской армии по запросу. Это нижнее термо- и нательное белье, снуды, толстовки, балаклавы, шапки и стельки. Также они шьют маски, повязки для медсестер и перевязочные косынки для раненых. Помимо этого девушки собирают детские рисунки и письма, которые юные северяне пишут в школах солдатам. Весь этот благотворительный груз на днях отправится в Белгородскую область. Вы смотрите программу «Итоги». Сегодня у нас в гостях представители Кандалакши. В очередной раз нам заглянула Ярослав Игоревич Шалагин, глава администрации Кандалакши. А также Денис Сергеевич Григорьев, заместили председателя Совета депутатов. Один в костюме, другой в худе. На севере жить. Ну вот давайте сегодня о жизни поговорим. О стройках, о благоустройстве. Все-таки она продолжается. И я так понимаю, что и Совет депутатов, и администрация должны решать мирные вопросы. Будут ли пересмотрены программы, связанные с благоустройством муниципалитета, со строительством? Пожалуйста, успокойте нас, что не будут. Ну, то, что мы уже делаем, будет однозначно закончено. А это немало. Дело в том, что вот с приходом Андрея Владимировича в Кандалакши развернулся прям бум. Бум строек, бум благоустройств. И город серьезно преобразился. Самое главное, что это действительно отмечают все жители. Все вот те, кто позитивно смотрит на это, не позитивно, но все отмечают, что город действительно преображается. Это, наверное, самая главная оценка работы всей региональной команды под руководством Андрея Владимировича. Коллегу вашего депутата спрошу, а что, было много скептиков? Нет, ну скептики всегда есть. Всегда есть и, так скажем, люди, которые высказывают свои какие-то опасения, какие-то, может быть, там проблемные вопросы, что говорят, что не надо нам благоустраивать набережную, нам лучше там построить медицинский центр или что-то. Но, как говорится, и досуг всегда важен в жизни муниципалитета. И какие-то социальные вопросы все равно тоже решаются. То есть они не остаются где-то забытыми или там закинуты в какой-то дальний ящик. Поэтому, конечно, благоустройство – это очень важный такой вопрос, которым нужно и стоит заниматься. Но это важно, наверное, не только с точки зрения украшательства, создания общественных пространств, но и для того, чтобы люди были с работы. Местные у вас подрядчики, кастарбайтеры работают на этих объектах. Много ли предпринимателей, малосредний бизнес задействован в этих объектах? Что это дает муниципалитет? Ну, на самом деле, здесь нельзя прям выделить, что у нас все… Ну, естественно, на всех площадках работают только местные. Есть иногородние, но из нашего региона, есть и из других регионов. Но в основном из других регионов были строители. Именно вот стройка там, вот ФОК у нас строится, архангельская компания. Но она здесь плотно уже в целом на рынке в Мурманской области работает. Начинали наш садик строить, предыдущая компания была со Ставропольского края. Но, к сожалению, они не справились, мы с ними расстроили контракт. А сейчас достраивают местные, опять-таки, компании, с Мурмашей, по-моему, или с Мурманской она. Ну, вот здесь наши северные ребята, это действительно профессиональная команда. Они в короткие сроки просто там творят чудеса. Я уверен, что до конца года садик будет возведен. Что касается гастарбайтеров, ряд предпринимателей, в том числе и наших, используют такой труд. Так они хорошо работают, что они используют? Ну, я честно скажу, что он минимален. То есть, если смотреть, то, как правило, все-таки привлекаются наши. Ну, как-то бизнес подхватил, вот, там, не знаю, сопутствующие, так сказать, товары, там, не знаю, скамейки, урны, покрытия. Вы видите, что? У нас, как раз-таки, ряд МАФов, малых архитектурных форм были изготовлены нашими местными предпринимателями. И более того, вот, Андрей Владимирович, посетив Кандалакшу, то, что делают наши местные мастера, распорядился так, что все, вот, прежде чем закупает любой муниципалитет малой архитектурной формы, должен, прежде чем посмотреть, что продается в регионе. То есть, начать с региона, и потом уже только... Давайте их порекламируем, а что они там делают? Что это такое? Ну, у нас ребята занимаются многим, значит, конкретно вот на морской набережной, то, что очень поразило Андрея Владимировича. Нет, там были не качели, там, безусловно, это были скамейки, это был забор, казалось бы, да, забор. Ну, ребята сделали его так, что он действительно стал таким украшением. Вот недавно к нам приезжали представители ОНФ, и они сказали, что это должна быть ваша фишка, и такой забор должен по всему городу в разных точках быть, чтобы... И на дачах. Вот скажите, пожалуйста, у вас же там курорт, можно сказать, да, живете вы на море белом. Как у вас развивается малоэтажное строительство, да, частный сектор? Берут ли люди, в том числе, брали ли, да, вот этот гектар для того, чтобы построиться? Не остановился ли этот проект? Гектар берут. Ну, пока случаев, скажем так, конечного взял гектар, построил, я не могу назвать. Ну, собственно говоря, программа не так давно заработала, поэтому, наверное, там, выводы окончательно делать рано. Ну, на самом деле, берут достаточно активно. Ну, скажем так, Кандалахша, она интересна, вы правильно сказали, мы находимся на юге, у нас немножко другая природа, чем даже... У вас оседлость другая население, мне кажется, вы таким миграционным процессом не подвержены. Там хорошо жить. Жить хорошо, да, наверное, не так часто от нас уезжают, и более того, достаточно часто к нам приезжают, потому что очень многие там мочегорцы, мурманчане, апотечане скупают там земельные участки, домики, устраивают там дачи. Это особенно было, ну, я никогда, наверное, не мог оценить правильный масштаб, но вот когда был коронавирус, у нас стоял пост, в том числе я дежурил на этом посту, и вот мы разворачивали вот этих дачников и нагородников, когда нельзя было, въезд закрыт был в город для и нагородних. Оказалось, вот огромное количество просто людей ехало в Кандалакшу, все, бессловно, ругались, потому что у них там дача, и они хотели попасть туда. Но уже понимаешь, что стройка домов – это лакмусовая бумажка, да, благополучие, собственно, и многодетных ваших семей, да, и просто семей. Строятся люди? Строятся. Строятся, более того, у нас две организации занимаются производством этих домов. А что за организации? Ну, один – ЭП Скопинов, второй… Это каркасные дома? Да, они их готовят, собственно говоря, по аналогу дубль дома. Вот приблизительно, это приблизительно такая технология, то есть он собирается, модульно привозится, там ставится. Вы так со знанием дела говорите, вы построили дома? Нет. Пока еще нет. Некогда? Да, некогда работать. Но это, опять же-таки, вот благодаря программе, которая «Свой дом в Арктике» Андрей Владимирович запустил, да, вот с этого года, ну, тоже определенный бум, и вот эти предприниматели, они стали активнее развиваться именно вот в этой программе строительства вот этих комплектов, домокомплектов. Поэтому… Порядок цен нам, скажите. Все зависит от ваших хотелок, да. Ну, я думаю, что минимальная конструкция где-то порядка, ну, по-моему, двух миллионов, вот те, которые прям по минимуму, условно говоря… Домокомплект. Да, да. То есть вот вам его привезут, шлепают, у вас он уже будет там с санузлом, там, и так далее, то есть готовы для проживания. Все поехали в Кандаллау. Остается найти теперь только участок, подвезти туда все необходимые коммуникации, поставить этот дом. Правильно вы говорите, потому что я все время, так сказать, привожу в чувство всех, кто хочет построить дом, чтобы они рассчитывали свои силы и потом не были разочарованы. Правильно? Семь раз отмерь, один раз отрежь. Собственно, давайте еще раз по поводу объектов, которые будут завершены во что бы то ни стало, ну, и планах. Есть ли они сверстаны на перспективу, там, ближайший, отдаленный? Ну, безусловно, в этом году у нас мы заканчиваем самый, ну, скажем так, я, наверное, оговорюсь немножко, мы в целом заканчиваем, но нам Андрей Владимирович дал дополнительные деньги на то, чтобы мы сделали забор и еще амфитеатр на морской набережной. У нас перед сценой будет красивый амфитеатр, а забор дополнительно это отгородить, ну, вы были, наверное, не были у нас? Надо съездить. Слушайте, меня забором заинтриговали. Да, вы же там по соседству, можно сказать, бываете. Да. А там чуть-чуть как раз пройти и сможете увидеть забором отгородить железнодорожные пути, чтобы люди не ходили, ну, и в то же время, чтобы вагоны товарные не портили там. На Новый год-то там будут какие-то гуляния уже? Или не уверены? На Новый год. Дело в том, что содержание речной набережной зимой достаточно проблематично. Почему? Потому что это залив моря, соответственно, море замерзает, залив, снег, ну, там тундра. Переметание. Вот это будет постоянное переметание всего и всех. Поэтому цель нашей эксплуатации зимой набережной как лыжной трассы. Поэтому, скорее всего, именно вот в этом направлении мы и будем двигаться. То есть мы накатаем, наверное, лыжню там, и люди смогут, так как там есть освещение, под красивое освещение, зимой кататься вдоль моря. А о планах вы пока не говорите. Время покажет. О планах пока не говорим. Или говорим осторожно. Будем говорить осторожно. Мы же понимаем, что время достаточно непростое. Но Андрей Владимирович нас заверил, что так или иначе программы благоустройства, они продолжатся. Мы уже сейчас тоже думаем, какие территории отправлять, в том числе и на конкурс. У нас такая одна территория есть, она уже прошла голосование в Железнодорожном районе. У нас условно среди народа называется Железнодорожный район. Поэтому мы надеемся еще поучаствовать так же в конкурсе, как с набережной. И надеемся победить там. А вашим фаворитом был другой проект? Нет, почему? У нас две прекрасные набережные. Это речная набережная, морская набережная. Раньше в городе не было ни одной набережной, теперь целых две. Поэтому проект очень классный, здоровский. Поэтому их надо довести сейчас морскую набережную до ума и пользоваться. Ну, доводите, мы к вам приедем. И уже сейчас можете приезжать и получить удовольствие. Спасибо большое. Ну, такое приглашение мы получили от, так сказать, от первого лица, глава администрации Кандалакши Ярослав Шалагин, а также заместитель председателя Совета депутатов Денис Григорьев. Сегодня были у нас в гостях. Спасибо. Учебное парусное судно «Седов» завершило навигацию и вернулось в Калининград. Об этом сообщила пресс-служба Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. На борту «Барка» проходили практику 136 курсантов различных вузов, включая студентов МГТУ. Ранее планировалось закрыть навигацию в начале сентября, но в интересах курсантов было принято решение совершить еще один рейс. В итоге в навигацию нынешнего года на борту знаменитого «Барка Седов» практику прошли почти 400 курсантов вузов и колледжей «Росрыболовство». Курсанты старших курсов МГТУ занимали в рейсе должности морских специалистов, а еще один студент заполярного вуза трудился на должности члена экипажа. Сергей Сергеевич Кочетков сегодня у нас в гостях. Старший государственный инспектор по маломерным судам. Центр ГИМС МЧС России по морской области. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Ну что, зима, как обычно, пришла у нас неожиданно. На этой неделе дня жестянщика не отмечалось, но люди побежали переобуваться. А вот что касается владельцев маломерных судов, к чему они должны готовиться? Есть ли уже местами лед? И, я так понимаю, штормило в конце недели у нас знатно. Да, и сейчас штормит. Там приходили смс-уведомления от МЧС, что усиление ветра до 35 метров в секунду, и, соответственно, высота волны 6-6,5. Ну что сказать, как говорили персонажи одного популярного терреселяла, зима близко. Поэтому владельцы маломерных судов, я думаю, что надо уже как бы заканчивать навигационный период, поскольку уже будет издано постановление правительства Мурманской области по внутренним водоемам, так как у нас, в принципе, на море навигация круглогодичная для тех людей, кто ведет хозяйственную деятельность, преимущественно. Потому что движение по акватории порта Мурманск носит все-таки разрешительный характер, его надо оформлять. А все, кто не имеет хозяйственной деятельности, либо оснований для выхода, там консервировать суда и готовиться, соответственно, уже к весне, к лету. А что у нас на озерах происходит? И вот к рыбакам обращаясь, я так понимаю, многие сейчас поспешат еще половить рыбу? Поспешат. Поспешат. Есть у них время в запасе? Или не стоит уже? Да, потому что, как правило... Потому что температуры низкие, как бы... Низкие температуры. Или это никогда не останавливало? Да, рыбаков это никогда не останавливало. Потому что, ну, все равно, в любом случае, навигация будет закрыта с началом ледостава. То есть, это приблизительно, когда замерзнет закрай на водоема. Появится лед, но навигация будет закрыта. По вашим прогнозам, когда это будет? Очень мне сложно сказать. Потому что мы живем на севере, в таком регионе, где погода весьма непредсказуема. Если, допустим, будут сильные снегопады, то становление льда сильно замедлится. Если будут достаточно низкие температуры, которые, в принципе, по прогнозу я пока не видел, это, ну, при минус 10 нарастает приблизительно 0,8 на сантиметр льда. То есть, пока таких прогнозов нет, но тем не менее... Но пока лед не крепкий, не встал, это межсезонье, оно таит в себе какие-то опасности? Вы можете какие-то случаи привести из жизни, чтобы вооружить наших рыбаков? Безусловно, безусловно, таит. И вообще, я бы как бы порекомендовал. У нас же любители на вездеходной технике перемещаться по льдам водоемов, это снегоходы, мотособаки, не торопиться с выходом на лед. Потому что сам снегоход по себе достаточно тяжелый, плюс 1-2 человека. То есть, в среднем это будет снегоход 300, там, два пассажира на нем, ну, управляющие водители. То есть, это будет уже килограмм 500, если они снаряжены. Не торопиться, но к новогодним праздникам все же, наверное, будут... Будем надеяться, что к новогодним праздникам уже толщина льда будет достаточная для безопасного передвижения. А достаточная-то какая? 10 сантиметров? 10 сантиметров – это для одного человека. То есть, чтобы выходить на лед на снегоходе, надо, чтобы лед был сантиметров 30. Ну, так приблизительно. А если сам он у берега померил, то есть там разная же, может быть, толщина? Конечно, и разная толщина. То есть, это не панацея? И мы все-таки живем, в общем-то, не в вечной мерзлоте. Если бы мы жили в вечной мерзлоте, у нас бы водоемы промерзали до дна. Потому что дно водоема в любом случае имеет положительную температуру. И вода в любом случае перемешивается. А там, где впадают реки, которых на Кольском полуострове немало, ручьи, какие-нибудь сточные воды, там, в общем-то, вообще неизвестно, когда образуется достаточное количество льда, чтобы можно было безопасно передвигаться на такой вартотехнике. Из раза в раз в этой студии вы предупреждаете. Тем не менее, давайте с помощью цифры проиллюстрируем, какие у нас происшествия, связанные с пребыванием. Мы сразу начнем о грустном. Мы, скажем, за прошлый год и за этот год по количеству погибших, в принципе, на водоемах. В этом году у нас погибшими является 15 человек, включая несовершеннолетнего подростка. В прошлом году было 13, включая девочку, которая погибла не в летний период. Она, в принципе, купалась. Но, тем не менее, это не убавляет рагизма ситуации как таковой. Поэтому вот такая статистика, в общем-то, безрадостная. Ну, и в прошлом году, можно сказать, и в этом. И какие бы меры мы ни принимали, вся наша профилактика, как я уже говорил неоднократно, она рассчитана на детей. Потому что взрослого человека учить чему-то или наставлять, когда он этого не хочет, это бесполезная трата времени, по сути своей. Потому что у нас одна философия. Плавали, знаем, да? Мы столько лет катались, столько лет ездили. Это может случиться с кем угодно, только не со мной. А как вы с детьми работаете? Какая специфика, собственно, поведения на водоеме в летнее время и когда льдом покрылись? Все проводится по сезонам, соответственно. То есть это становление льда, осенний-зимний период, весенний, когда льд. Вот сейчас что должны знать родители и дети? Ну, я думаю, что вообще, как я уже однократно не говорил, то есть не оставляя детей без присмотра, зная, где они находятся. Ни в коем случае, чтобы они не бегали по этим закраинам льда, которые только-только прихватились. Потому что я согласен, что время такое. Дети в основном находятся в интернет-пространстве. Но, тем не менее, они передвигаются где-то в небольших населенных пунктах по тому же Семеновскому озеру, когда идут в Лапландию на занятия или назад, не оставляют без присмотра. И мы всегда проводим занятия, в том числе и практические навыки. То есть мы летом на базе «Домик моржей» находимся. У нас спасатели приезжают и наглядно показывают, что надо делать, когда провалились под лед вы, или увидели кого-то, кто провалился, какие действия надо предпринимать. Небольшой мастер-класс для наших зрителей. Мастер-класс будет звучать следующим образом. Если вы увидели человека, который провалился под лед, и не чувствуете все сил каких-то любых, зовите на помощь, звоните. Время нахождения человека в холодной воде крайне ограничено. Спасатели не являются космическими войсками. Они передвигаются на технике на обычную. Поэтому добраться до места, найти это место занимает определенное время. Поэтому снимайте там себя шарфы, ремни. Не приближаться более 3-4 метров к самой полыне, не давать руки. То есть передвигаться ползком, чтобы увеличить плотность соприкосновения. Бросать ремни, палки, веревки, подручные средства. И таким образом пытаться вытащить пострадавшего. А шарфы для чего? Ну, чтобы человек схватился. Использовать их. Использовать, да. Я имею в виду, что связать одежду с этим шарфом, куртку, принимать какие-то такие действия. А вот здесь речь идет о ребенке. И, допустим, давайте смоделируем. Это кромка вот этого льда Семеновского озера. Там теоретические спасатели много, людей много. И людей много. Звать на помощь, однозначно. Звать на помощь. Не надо. Причать, звонить не надо. Ни в коем случае. В людных местах для этого, в общем-то, есть взрослые у нас, которые... То есть у нас же нет бесхозных детей. Все дети, все они, по сути дела, наши, за которые мы в определенном смысле нечем определенную ответственность. Я не думаю, что все такие люди безразличны и равнодушны, что оставят ребенка. Хорошо. А как самому себе помочь, если речь идет действительно о детях? В теории это будет звучать приблизительно так. Выбрасываются руки, пытаетесь ухватиться за окраину льда, выбрасываете ноги, и путем перекатывания с той стороны, откуда вы пришли, вы покидаете место чрезвычайной ситуации. Это в теории. В практике все это будет несколько драматичнее, поскольку руки очень быстро замерзнут, пальцы рук. Они потеряют свою цепкость. Одежда намокнет. Обувь будет тащить вниз. И выбраться без посторонней помощи будет очень сложно. Тем более, если он тонкий, он выждет у вас... Да, он будет ломаться. Если вы не находитесь недалеко от берега, и можно встать ногами, ну, скажем, на дно водоема, лучше руками лед не ломать, лучше пробивать его локтями, потому что, как я уже сказал, пальцы очень быстро замерзнут. И таким образом добраться до воды. Мало того, когда вы выбрались, это еще половина беды. Надо компенсировать теплопотерю, которая состоялась от переохлаждения. То есть вот этим это сделать очень сложно. И какого-то единого рецепта в этом смысле... А что, снимать себя мокрой? Если температура очень низкая, вы снимите одежду, она очень быстро замерзнет. И одеть его на себя будет весьма проблематично. Надо искать жилье, либо, если вы идете планомерно в какой-то поход, иметь с собой горячий чай, либо горячие бульоны. Ни в коем случае не употреблять алкоголь. Потому что, ну, человек потеряет чувство реальности. Когда выпьет, лучше там где-нибудь уже, когда вы уже спаслись и чувствуете себя спасенным, да, отметить свое чудесное спасение, там, может быть, каким-то алкоголем. Но в данном случае не употреблять его ни в коем случае. Хотел уточнить все, что связано со льдом. Там большое количество детей, вот, происшествия, чтобы они выходили неосторожности, какие-то предметы забирали. У нас зимой таких случаев в последние годы не было. А вот межсезонью, вот сейчас мы разговариваем. У нас вот два ребенка погибло, как я уже сказал, вот мальчик в канале, в Кандалакше. И девочка в Междуречье, она купалась. Последний случай, который на моей памяти произошел весной, в районе Молочного. Девочка, ну, как говорили, из неблагополучной семьи, наверное, осталась без присмотра. Бегала по льду водоемов, вот она утонула. И это вот на моей памяти был такой вот последний случай. Я других не припомню. Ну и пускай больше их не будет. Спасибо большое. Предупрежден, значит, вооружен. Сегодня нашим экспертам выступал, как обычно, Сергей Сергеевич Кочетков, старший государственный инспектор по маломерным судам, агент СМЧС России по Мурманской области. Спасибо большое. Без происшествия вам. Спасибо. Спасибо. Мурманские автоинспекторы задержали водителя рецидивиста. Он попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но допустил столкновение с легковым автомобилем. Исследование подтвердило, что нарушитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя автомобиля Митсубиси было составлено несколько административных материалов. Также было установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за неоднократное вождение в состоянии опьянения. И права ему еще не вернули. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы. В Мурманской области начали выдавать единую карту жителя. Получить ее просто, а главное бесплатно. Помимо привычного платежного функционала, она содержит в себе ряд социально значимых нефинансовых сервисов. Например, карту жителя можно использовать в качестве проездного билета в общественном транспорте региона. Планируется, что постепенно на нее будут переведены действующие сейчас единые социальные проездные. Кроме того, в дальнейшем единую карту планируется использовать как пропуск в учебное заведение Мурманской области и запустить ряд других востребованных сервисов. К проекту уже присоединились два крупных банка и десятки местных предприятий. Подробнее о том, как заказать единую карту жителя Мурманской области и какие документы нужно для ее получения, можно узнать на сайте проекта. Минувшие выходные клуб веселых и находчивых вновь собрал вместе любителей юмора. Полуфинал Мурманской риги КВН состоялся для десяти команд из-за полярия Москвы и Санкт-Петербурга. Три буквы, на которые мурманчане и гости города всегда ходят с удовольствием – это КВН. А уж полуфинал, куда попадают только лучшие команды, игра особенная. Поэтому зрительный зал был полон поклонников искрометного юмора. Во-первых, это очень яркие выступления. Все команды очень смешные. Всегда подготовка замечательная и действительно получаешь от этого искреннее удовольствие. Просто невозможно не прийти. Я хожу на все игры абсолютно и всегда очень рада. Хотим отдохнуть, посмеяться, испытать радостные эмоции, особенно в наше нелегкое время. Очень нравятся команды. Я всегда получаю здесь позитивный заряд. Я всегда... Есть над чем посмеяться в наше тяжелое время. Всегда классно, здорово, атмосфера. Деть, эмоции прекрасно. Надо всегда ходить на КВН. Всем советую. Боролись за выход в финал десять команд. К сожалению, у многих зрителей сборная Почты России не смогла в этот раз участвовать. Поэтому сошла с дистанции. А вот остальные готовы были к большой юмористической битве. Мы попали первый раз, решили попробовать, как наши коллеги, более старшие братья сборной Снежногорска. Думаю, вы слышали. Вот, они у них получилось, а мы тоже думаем, да? Чем мы хуже? У нас тоже получилось уже в полуфинале. Да, теперь мы получили. Мы не ожидали. Так как команды собираются по интересам или профессиям, то и юмор у них соответствующий. Сотрудники 35-го судоремонтного завода шутят о непростой жизни работяг. Пожарные, пробудни спасателей. Студенты о трудностях молодости. Конечно, все это разбавляется номерами на актуальные темы. Остается только гадать, как они все успевают. Довольно неплохо, что у нас есть команда, которая выступает на таком хорошем, высоком уровне. А готовимся, ну как, подходим к начальникам, объясняем, что это нужно делать. Они нехотя, но все же отпускают. Потом сами приходят и говорят, что это здорово. И на работе говорят, молодцы. Удивлять, конечно, своим нестандартным юмором в первую очередь будем стараться. То есть мы все-таки команда из МЧС, но при всем при этом мы стараемся немножко отойти от классических шуток про нашу работу, про нашу специфику. Соответственно, будем удивлять этим. Как готовились? Ну, готовились, естественно, тяжело. Все команды показали свои сильные стороны. И жюри было непросто выбрать лучших. Однако по итогам финал прошли семь команд. Разные люди, эффект Доплера, я так больше не могу, шпроты, спасатели бывают разные, сборная Заозерска и петербуржцы великим быть. Решающая игра Мурманской лиги КВН состоится уже в декабре. Друзья, сегодня у нас в гостях снова Николай Пальченко, руководитель Мурманской регионального отделения партии «Рост» и наш эксперт в области экономики. Мы с вами договаривались обсудить ситуацию с нашими ресурсами. Наверное, не очень лицеприятное прозвище дали государству нашему, как бензоколонг, большая. Что с этим происходит? Наши ресурсы необходимы для промышленности европейской. Поступает информация, что у них коммунальные платежи растут галлопирующими темпами. Они могут сейчас нам уже позавидовать. Что происходит и чем это может аукнаться? Да, то, что мы бензоколонка, в данном случае это работает в нашу пользу. Почему? Потому что своими долларами или статистикой по ВВП ты не обогреешься. Поэтому что-то надо делать. Но что происходит? А происходят действительно очень странные вещи. Как правило, внешняя политика государства подстраивается под нужды экономики. Сейчас в Европе наблюдается обратная ситуация. Расскажу немножко подробнее. Есть три основных таких индустриальных центра в мире. Это Северная Америка, Европа и Юго-Восточная Азия. Вот Европа, Юго-Восточная Азия, в первую очередь Китай. И между ними находится Россия, источник сырья. То есть для того, чтобы производство в твоей стране было стабильным, тебе нужен просто-напросто стабильный источник сырья. Европа своими последними действиями отрезала себя от этого источника сырья. Что происходит? Соответственно, в Европе растет себестоимость. Если мы посмотрим на инфографику присутствия европейских товаров на мировых рынках за последние 20-30 лет, то мы видим, что присутствие Европы в иных регионах все время убывает. То есть Европа теряет рынки. Особенно это касается товаров широкого потребления. А они могут свое производство выносить за пределы? Ведь мы видели, как американцы это делали. Насколько можно, они в свое время вывели в Юго-Восточную Азию, но теперь от этого страдают. Что произошло? Есть, допустим, две конкурирующие экономики. Кто из них будет выигрывать? Есть четыре главных таких параметра. Первый – это количество населения. То есть, да, Европа, ее основные соперники – Юго-Восточная Азия, Америка. У них там и там, и там, и там достаточно высокое количество населения. Второй параметр – это себестоимость. Так вот, себестоимость сейчас в результате того, что происходит, в Европе выросла. Она и так была не низкая. Она и так была не низкая, но она выросла еще больше. Почему? Потому что в том производстве, которое еще в Европе осталось, оно очень сильно завязано на энергетику. Особенно это касательно химии, не только. Третий параметр – это стоимость рабочей силы. Туда назначено Европа проигрывает в Юго-Восточной Азии. И четвертое – это доступ к технологии. Вот еще до последнего времени Европа и Запад в целом, они как-то более-менее выиграли за то, что у них были монополистами высоких тел. Но сейчас этого уже нет. Практически все, что есть технологии в Европе и в Америке, они есть уже в том же самом Китае. Вот самый третий по скорости компьютер, допустим, сделан в Китае. Жалко, что не в России. Да, жалко, что это отдельная история. Третий по скорости компьютер сейчас сделан в Китае. Лидер квантовых технологий тоже Китая. То есть Европа свои конкурентные преимущества теперь потеряла. И единственное, за счет чего она еще выигрывала, за счет того, что рядом с ней по сухопутным границам есть источник сырья. Но они от него отрезаны. Подождите, но мы сейчас, конечно, говорим об экономике, а не о политике. Но как нам объясняют, собственно, в этом и был замысел. Заполучить задарма ресурсы. Даже так. Они получали задарма наши ресурсы, но они себя от этих ресурсов отрезали. Но это как бы временно перетерпеть. Да, но дело в том, что инвесторы это видят, инвесторы европейские, которые покупают европейские акции и облигации, даже не в этом дело. Он видит, что в Европе дела все хуже и хуже. Что он делает? Он просто-напросто избавляется от своих активов и выводит капиталы туда, где, скажем так, будет себя чувствовать болью безопасности. Это, во-первых, все Америка и Юго-Восточная Азия. И, в принципе, сейчас что происходит? В результате последних событий, последних событий, которые 7,5 месяцев длятся, капиталы Европы, так же, как во время Первой и Второй мировой войны, Европа покидает, улетает в первую очередь в Соединенные Штаты Америки. То, что и требовалось доказать, выгодоприобретатель за океаном. Почему они это делают? Потому что разница в себестоимости, экономика, одинаковая структура экономики, но разница в себестоимости в Америке и Европе, она все больше и больше. И, соответственно, инвесторы это видят, и они свои заводы переносят и будут переносить туда. То есть идет, по сути дела, грабеж Европы. Почему европейские политики это не понимают? Я думаю, они это понимают. Тут есть такие более глубинные причины. Это связано с тем, что тут абсолютно события в Украине к этому отношения не имеют. Это связано с тем, что в свое время Европа и Америка, они слишком много злоупотребляли тем, что могут просто тупо печатать деньги. То есть в результате напечатали очень много денег. Избаловали свое население. Избаловали свое население, но товары не производили. Теперь предлагают им сидеть в холодных квартирах. И, в принципе, сохранить текущий уровень жизни, это было понятно, что не удастся. Слушайте, но мир, он настолько действительно един и взаимосвязан. Странно было бы рассуждать, чем им хуже, тем нам лучше. Или это как раз тот случай? Ну, не знаю. Смотрите, я думаю, что мы можем рассчитывать на что? Что европейский избиратель, его можно, конечно, будет вечно кормить сказками. Это именно то, что мы должны потерпеть, российской угрозе. Но в какой-то момент ему просто станет холодно, некомфортно, начнет терять работу. И поэтому какие-то изменения будут делать. Это в условиях, что сохранятся демократические формы правления. Нет, они там, скорее всего, сохранят. Могут прийти и другие настать времена. Ну, сейчас европейская пресса, к сожалению, такая прижата. Она достаточно ангажирована. Транслирует практически одну точку зрения. Но в Америке, на самом деле, таких проблем не будет. Вот смотрите, что было. Ничего себе сейчас где-то минуты пять скажу про последствия. Почему вообще случился этот кризис украинский? Я про него говорить не буду вообще. Да нет, все равно просто. Сколько мы уже наговорили? Да. Сколько? Хорошо, говорите. Смотрите, что произошло в свое время? То есть, вообще, основная причина тех вот тектонических изменений в экономике, в мировой экономике, кто происходит, это вовсе не событие на Украине. Это, прежде всего, из-за ковида. Что произошло? Когда случился ковид, и люди вынуждены были сидеть в домах, в Америке и Европе начали раздавать деньги. И предприятиям, и... Вертолетные, так называемые. Вертолетные деньги, да. Вот, и предприятиям, и гражданам. Для чего это было сделано? Это было для того, чтобы поддержать спрос, чтобы, когда ковидный период закончился... На самом деле, были крики в нашей стране, почему нам такие вертолетные деньги не раздают? Эта политика, она, в принципе, хороша, но она должна была быть продуманной, и тут нам было знать меру. Ну, то есть, наши бы молодцы, что не засыпали деньгами. Так получилось? Ну, тут двояко. Хорошо, ладно, идем дальше. Ковид во всем. Дальше что произошло? Когда ковид закончился, и начали выходить из эпидемии, например, в той же Америке 5 миллионов человек, есть разная статистика, они просто решили, что им и так хорошо, а работать не надо. То есть, денег накидано много в экономике, но соответствующего именно производства товаров не случилось. Соответственно, к чему это привело? Начало это приводить к инфляции. Дальше, чтобы выйти из этого, из кризиса, тебе нужны деньги, инвестиции. Государственные расходы на что? Произошло следующее, что нужно было выходить из кризиса, который вызван ковидом. Денег в долг не взять. Почему? Потому что инфляция, которая случилась в Америке и Европе, она была больше, чем ключевая ставка, соответственно, чем ставка по облигациям. То есть, покупая облигации, ты деньги просто теряешь. А дальше печатать ты не можешь. Соответственно, тебе нужны деньги. Если хочешь, чтобы у тебя стало денег больше, значит, у кого-то должно стать меньше. Вот это тот, у кого должен был стать денег меньше, это было выбрано, по сути дела, Европа. И европейские политики, я думаю, что на это просто пошли сознательно. Сейчас спасают американскую экономику за счет Европы. Это никакая не касперология. Это уже об этом говорят, собственно говоря, все эксперты. Что произошло? Вот смотрите, произошли известные события. Выросла энергия. То есть, выросла, соответственно, энергоноситель. Почему это произошло? Потому что выросли энергоносители, выросло продовольствие, выросло оружие. Кто у нас ведущий в мире производитель, добыча культуродородов, производитель оружия, продовольствия? Соединенные Штаты Америки. То есть, они свои проблемы экономически решат. За счет кого? За счет Европы. А вот если это все, так сказать, на нашу почву приземлить, у нас здесь незамерзающий порт. Насколько я понимаю, строительство вот этих заводов по сжижению газа, они были рассчитаны на европейский рынок. И, собственно, насколько я понимаю, и уголь, который здесь перегружался, он тоже был адресован европейским покупателям. И так далее, и так далее, и тому подобное. Это прекрасно, что у нас строятся именно такие терминалы. А дальше-то куда мы это все повезем, если они не хотят брать наши ресурсы? В свое время наш, так скажем, геостратегический противник Запад, да, он заставил весь мир настроить терминал сжиженного газа. И прекрасно, нам теперь есть куда его продать, сжиженный газ. Более того, я считаю, что в свое время Россия, когда делала ставку на дупроповод, она, по сути дела, положила яйца все в одну корзину. Надо было строить эти терминалы, предполагая о том, что рано или поздно на том конце трубы кто-то тебя может начать тупо шантажировать. То есть это прекрасно, что в Мурманской области... Да, конечно. Более того, надо было строить, в России надо было строить а, газовые хранилища, чтобы было куда газ лишний, который ты сейчас не можешь продать, чтобы ты его мог куда-то закачать. А у нас нет хранилищ? Ну, у нас нет, соответственно. У нас их недостаточно хранилищ, так. И второе, нам нужны терминалы, нам нужны терминалы в большом количестве, чтобы ему просто-напросто тот газ, который мы теперь не продаем на европейском рынке, продавать где-то еще. С нефтью... Вы верите в газификацию Мурманской области? Она просто нужна. Я считаю, что это с точки зрения государственного интереса, газификация Мурманской области, она необходима. И если именно рассматривать с этой точки зрения, то исходить из того, что наша власть соблюдает государственный интерес, она рано или поздно ее газифицирует. Потому что это будет просто правильно. Лучший способ реализовывать природные ресурсы – потреблять их самому. И более того, Россия же сейчас... Смотрите, что произошло. В России, по сравнению со всем остальным миром, очень дешевые все ресурсы. Казалось бы, это создали условия для того, чтобы пришел иностранный капитал, и начал производить продукцию. Как в свое время поступил Советский Союз при товарище Стали. Они все сделали правильно. Они дали возможность иностранцам, заключали с ними соответствующее соглашение, концессии, и давали им возможность строить производство. А мы-то не в состоянии более глубокую переработку делать и нефтепродуктов и так далее и тому подобное? Да мы-то, конечно, в состоянии. Желательно, вообще в идеале бы нам именно все, именно то, что все энергоносители, которые мы добываем, тратить на своем производстве и быть таком, знаете, индустриальным центром мирового. Но пока этого нет. Но будет. Спасибо большое. Николай Пальченко был сегодня экспертом в студии. Любопытный бурый медведь попался в фотоловушку, установленную сотрудниками заповедника Пасвек. Хищник, прогуливаясь по лесу, заметил скрытую камеру и в нем проснулось любопытством. Не испугавшись, косолапый начал обнюхивать необычный предмет и попал прямо в объектив. Но камера не пострадала. Пробовать ее на вкус Мишка не стал. Специалисты заповедника нередко публикуют кадры с обитателями леса. Особенно харизматично выглядят медведи. Косолапые любят чесать спины на деревья, так избавляясь от паразитов. Или же просто дефилируют мимо видео ловушек. На этом все. Встретимся на канале Арктик ТВ ровно через неделю для того, чтобы снова подвести итоги. Всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова